Елизавета Александровна Желякова родилась в 1921 году в Ярославской области. Так сложилась ее судьба, что еще в раннем детском возрасте она стала скруглой сиротой. Когда Лизе было 2 годика, у нее умерла мама. Когда ей исполнилось 7 лет, не стало у нее и отца. Девочку начали передавать по родственникам, а в 10 лет старшая сестра от первого брака отца привезла ее в Ленинград. Уже в северной столице Елизавета Желякова закончила 7-летнюю школу, затем фабрично-заводское училище и устроилась переплетчатой в типографию. Однако, как рассказывает Елизавета Александровна, времена тогда были тяжелые. И потому она в 1939 году решила перейти на работу в лабораторию кондитерского комбината. Было голодное время, в семье я жила тоже бедной, не хватало. Вот было, насушит сухариков моя сестра, положит ведерочко и поставит. А потом хватится и говорит, о, опять съели. Кто? Ну, приходится сознаваться, я хотела есть, достала, съела. Вот таким образом мы жили. Поэтому у меня зародилась мысль пойти туда, где можно поесть. И кондитерский комбинат. И вот я там работала до начала войны. И это меня спасло. Потому что когда началась война, я осталась у хлеба. У плохого, но у хлеба. В лаборатории кондитерского комбината Елизавета Александровна встретила начало Великой Отечественной войны. 22 июня по радио вместе со всеми ленинградцами выслушала сообщение о начале вторжения фашистских войск. Однако никакой паники среди горожан не наблюдалось. Мы встретили спокойно. Почему? Потому что перед этим у нас была еще финская. Там мы ее вообще не ощущали. Только вот были стекла заклеены там. На всякий случай готовились, что вдруг что-то будет в Ленинграде. Но не было ничего. А тут вот началась эта самая такая неожиданная война. В начале, вот это месяц начало было. Так мы все продолжали такую же спокойную жизнь. Впрочем, весьма скоро Ленинград перешел на военное положение. Уже в июле начались регулярные налеты фашистской авиации на город. И после работы ленинградцы дежурили на крышах. Тушили сбрасываемые немцами зажигалки. А еще копали окопы и противотанковые рвы. Пройдя ускоренные медицинские курсы, Елизавета Александровна вместе с сотнями других девушек ходила в госпиталь и помогала ухаживать за ранеными. Вначале был страх какой-то всякий, страшный. Спускались в подвал у нас было там как бы убежище такое. А потом уже как-то вот привыкали к такой остановке. Вот понимаете, привычка получается. И я жила на четвертом этаже в доме, там это около московского вокзала. И приходила домой, я ложилась и думала, что будет-то будет. То есть я не думала, что будет-то будет. А жила вот такой вот жить. Приходила, все делала, думала, что шла помогать. И потом ложилась спать и спала. Поскольку взять город штурмом сходу фашистам не удалось, то немецкое командование решило взять жителей Ленинграда измором. Гитлеровцы изменили тактику и окружили Ленинград. 8 сентября кольцо вокруг города окончательно замкнулось. В этот же день после очередного авианалета были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. Так началась героическая оборона Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и ночей. Жители блокадного Ленинграда впервые почувствовали снижение норм отпуска товаров по продовольственным карточкам в сентябре 41-го. Хотя еще по-прежнему гибель приносили массированные артобстрелы и непрекращающиеся авианалеты. В сентябре уже началось ощущаться голод. Ездили на эти склады, собирали землю. Она была пропитана сахаром. Ели вот эту, какая-то сладковатая, ели вот эту землю. Ну и кто как мог выживать. У кого были животные. Ну что, животные бы погибли. Но чтобы не погибнуть самим, приходилось и некоторым убивать животных, кошек, собак. Вот у нас дворник, таким образом семья. Но там не семья вся. Там же всякие многие уехали с детьми, которые мамы молодые. И там дети вывезли. Успели кое-кого. Но многие не выехали еще. Но в октябре и далее в ноябре ситуация с продовольствием стала только хуже. Нормы продолжили уменьшаться. Так в ноябре и почти весь декабрь рабочим выдавалось по 250 граммов хлеба. А служащим, иждивенцам и детям 125 граммов. На беду жителей сожденного города зима 41-го выдалась очень морозной. К этому добавились и коммунальные проблемы. Электростанции из-за нехватки топлива перестали вырабатывать электричество. Остановился весь общественный транспорт. В домах из строя вышло центральное отопление. Приходилось топить дровами печки, буржухи. Размерся также и водопровод. Потому и воду ленинградцы брали из прорубей. Ни воды, ни света, ни транспорта, ничего абсолютно. Ну, мертвый был. И уже в декабре не хоронили ничего, а просто собирали трупы. Собирали. Прямо вот на... Проезжало, или кто-то там был возможность сообщить, чтобы взяли из квартиры, или на улицу подбирали. И возили их вот на это кладбище. Там не кладбище, а был ров вырод. До марта месяца просто сбрасывали. В начале, там, в сентябре на саночках увозили. Правильно все так написано. А там уже сбрасывали. И даже его не было за... И только в марте, когда началось немножко окипель, начали... Его зарыли. А уже потом, после войны, сделали... Ну, как памятник. Самые голодные месяцы блокады Елизавета Желякова продолжила работать на кондитерском комбинате, где вместо печеней и конфет теперь выпускался хлеб. Выдержала благодаря, конечно, то, что я работала у хлеба. Хотя он и шумыком там, и с этим, он как пишет там, это какой хлеб мы делали. Там совершенно... Муки совершенно почти не было. И клей там, и все, что угодно туда клали. Но все же можно было там... Нам не разрешали бы носить, брать. Но там можно было и поесть. И пока я работала с пеной, я наедалась, я уже приходила, отдавала вот свои карточки, свои бросивникам. А сама жила вот только этим. Конечно, голодная ходила. После того, как Ленинград пережил первую, самую страшную блокадную зиму, весной 42-го года кондитерский комбинат, на котором работала Елизавета Александровна, закрывают. В это время она услышала радиообъявление о наборе добровольцев на фронт. И сразу же молодая девушка пошла в военкомат подавать заявление. На следующий день пришел ответ, что по распределению необходимо прибыть на место дислокации 115-го зенитного полка. Та противовоздушная зенитная батарея полностью была сформирована из девушек. Взяли меня по АЗО-2, прибор управления зенитным огнем. А потом уже идут... Там идут дальнемерщики, которые вылавливают цель. Потом мы на приборе устанавливаем, передаем эти установки на пушки, и там уже на приборах, вот не на приборах, а на этих орудиях, устанавливают и стреляют. Но таким методом мы стреляли редко. Мы стреляли за град огнем. То есть, чтобы напугать, чтобы и попасть, и попасть. Пока мы устанавливаем, он пролетит. То есть мы в основном больше и больше. Ну, один соболёт нам был записан. В 42-м году с приходом весны ситуация с продовольствием в Ленинграде несколько улучшилась. Но всё равно оставшимся жителям приходилось крайне непросто. Вот я в 42-м году ушла, и когда... Май месяц. И где-то, ну, может, месяц я там была, и попросилась навестить. Ну, там, вывольнительную такую взять мне дали. Я взяла свой паёк, чтобы им как раз помочь туда тоже. Прихожу туда, это самое, в Ленинград, и смотрю мои вот эти родственники, которых я росла-то все, такие располневшие. Мне показалось так всё, думаю, господи, надо как хорошо-то оделись они. Они, оказывается, опухшие были. Но они всё же выжили. Впрочем, не всё блокадное время приносило только лишения и испытания. Несмотря на выпавшие трудности, молодые люди пытались устроить свою жизнь. Так Елизавета Александровна переписывается с молодым человеком Фёдором, с которым она познакомилась ещё в начале войны. Он окончил Ленинградское военно-морское политическое училище и ушёл на фронт. В 1944 году был ранен, а девушка навещала его в госпитале. Пошла навещать, и он мне прямо в госпитале говорит, давай поженимся, давай помагируемся, я говорю, это как? Прямо сейчас, что ли? Он говорит, ну а что, прямо сейчас? Я говорю, ну ты будешь поправить, мы решим этот вопрос. А он мне говорит, а, я тебе, говорит, больной не нужен? Я говорю, как это мне нужен? Нужен. Ну тогда, ну тогда давай. И он же на второй день ушёл из госпиталя, отпросился. И мы с ним, ну как так, ну вроде, ну поженились, родственникам представили, моим это самое. Они пошли навстречу, что мы вот поженимся. И мы пошли регистрироваться на второй день. А дальше Елизавету Александровну перевели и зенитные батареи в часть Балтийского военно-морского флота, где служил её муж. Там её прикрепили к политотделу. Однако после десантной операции на побережье города Тарту подразделение расформировали и Лизу Желякову направили на Балтийский завод. Именно здесь она проработала до мая 1945 года, года победы в Великой Отечественной войне. Ну победа-то, конечно, очень было радостно, со слезами на глазах встречались. А почему? И радости, и кто радости, и кто, конечно, горе. Погибших вспоминали, которые многие в семье погибли. Ну а радостно было то, что мы победили. После Дня Победы Елизавета Александровна демобилизовалась. Муж Фёдора продолжал служить в Советской армии. По службе его переводят из города в город. Так, за последующие 15 лет, до массового сокращения армии в 1961 году, семья исколесила весь Советский Союз. Даже неоднократно была за границей. Наконец, Желяковы обосновались в Рязани. Однако, спустя три года жизни в областном центре на неё выпадают новые невзгоды. В 1964 году умирает муж. На руках у Елизаветы Александровны остаётся трое маленьких детей. Но она, как и многие фронтовики, не привыкла отступать. Потому и с этими житейскими тяготами справляется. Всю свою долгую трудовую деятельность в Рязани она провела в стенах радиоинститута. И лишь в 2001 году ушла на пенсию с должности учебного мастера. Ну, самое главное, это чтобы не знать вам войны. Мне всё время хочется, но не получается. То видите, эти самые, как она, афганская, да, потом чеченская, да, теперь ещё Украина. Ну, что это, как я, не знаю. Я возмущаюсь, конечно. Мне очень хочется, чтобы было над вами всегда чистое небо над молодёжью, хорошая жизнь, чтобы всё было счастливо, а не так, как говорится, как мы вспоминали бы свои тяжёлые молодые годы. Сейчас Елизавете Александровне Желяковой 94 года. На её долю выпало много трудностей, но она с честью, как и все её поколения, выдержала тяжкие испытания. И до сих пор продолжает трудиться на благо Родины в первичной организации Совета ветеранов. А дома помогает воспитывать внуков. За мужество, проявленное на полях сражений, Елизавета Александровна Желякова награждена Орденом Отечественной Войны Второй степени, а также двумя медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Редактор субтитров А.Семкин